Доклад называется «Электродинамика без уравнений Максвелла». Возникает вопрос, почему такая тема вообще имеет право на существование. Ведь уравнения Максвелла являются основой современной электродинамики, и поэтому строить её без уравнений Максвелла – это как-то немножко странно. Дело в том, что если принимать электродинамику Максвелла, то это сопровождается принятием некоторых положений, очевидность которых, ну и справедливость которых, точнее сказать, не очевидна. Что я имею в виду? Требуется обязательно выполнение принципа относительности. Откуда такое требование взялось, это не вполне понятно. Скорость света должна быть во всех инерциальных системах одинакова. Это положение тоже представляется сомнительным. Сила, которая возникает при взаимодействии электрических зарядов, ограничивается двумя составляющими – электрической силой и магнитной силой, что тоже непонятно, почему две, почему не больше. И, наконец, ясно, что для получения силы уравнения Максвелла, силы взаимодействия электрических зарядов, уравнения Максвелла не приспособлены. Для того, чтобы перейти от полевых характеристик взаимодействия к силам, нужно специальное уравнение, типа уравнения Лоренца или какое-то другое уравнение, в этом смысле эквивалентное Лоренцу. И последнее, наконец, сила взаимодействия электрических зарядов, движущихся, не радиальная, что очень странно. Эти и некоторые другие соображения приводят вот к такому сомнению в целесообразности пользования именно уравнениями Максвелла для построения электродинамики. В лекциях Фейнмана можно найти такое положение, что если известно взаимодействие двух зарядов, движущихся достаточно произвольным образом, то тогда можно построить всю электродинамику. Отсюда вытекает цель работы, которую, значит, я пытаюсь доложить сейчас. Основная цель работы состоит в вычислении полной силы Ф – взаимодействия электрических зарядов, движущихся с произвольными, но неизменными скоростями В и У, соответственно, а также всех составляющих этой силы. Вот такая цель этой работы. Мы, значит, начиная этот доклад, я сказал, что есть сомнительные положения, от них хочется отказаться, но что-то должно заменить в новом построении или в другом построении электродинамики, что-то должно заменить эти положения, от которых хочется отказаться. Такую замену я вижу в виде модели мироздания. Но сразу же оговорюсь, чтобы предусмотреть всякие вопросы. Это не модель всего. Это модель, приспособленная для решения той задачи, которую я только что обозначил. Поскольку мироздание уникально, оно существует в одном экземпляре, то научный подход к моделированию такого уникального объекта не работает. Здесь можно только какие-то высказать гипотезы, полученные по аналогии. Вот аналогию пытался применить. Известно, первая часть аналогии, это нечто известное. Мир пространства и времени, в котором мы живем, все равно может содержать электрические заряды, при движении которых возникает электромагнитное поле, которое в свою очередь можно назвать мир. В этом я первую строчку поясняю. Интегральные характеристики электромагнитного поля – это напряжение и токи. Вот такое известное логическое построение я привожу в первой строке этого слайда. По аналогии, задом наперед, если мы будем идти по этой цепочке, по аналогии можно построить такое рассуждение, что мир пространства и времени, знакомый нам, возможно, является интегральным изображением, отображением дифференциального мира пространства и времени, который возникает при движении пространственных зарядов в гипотетическом мире альфа-омега. Вот если принять такую конструкцию, то дальше можно, значит, с ней попытаться работать и посмотреть, к чему это приведет. Потому что метод аналогии может завести очень далеко и может давать результаты совершенно несоответствующей действительности. А может оказаться удачным. Поэтому надо просто пробовать, что я и пытался сделать. Пространство мира альфа-омега, пространство альфа, это во второй строке, в левой части, заполнено, в соответствии с этими гипотезами, заполнено дискретной неподвижной средой. По философскому закону отрицания, в этой неподвижной среде самопроизвольно зарождаются флуктуации, которые, развиваясь, приводят к представлению о космическом осцилляторе. Космический осциллятор совместно с осцилляторами частиц материи приводит к образованию трехмерного пространства и трехмерного времени нашей Вселенной. Так, как это описано в работах Олафа Сундына, который здесь докладывался некоторое количество лет назад. Расширяющаяся оболочка, которая создается космическим осциллятором, распространяется в неподвижной среде, заполняющей пространство альфа, мира альфа-омега, со скоростью, единственной скоростью отличной от нуля, которая существовать может в дискретной среде. Эта скорость называется скоростью из атакии С. Она обозначается обычно. А терминология? Вот это пространство, заполненное неподвижной средой, значит, вот эту среду я буду называть эфир-1 для того, чтобы короче просто сэкономить терминологию. А те возмущения, которые в этой среде созданы космическим осциллятором и осциллятором частиц, это будет эфир-2. То есть это тот же эфир-1 неподвижный, но который возмущен вот этими осцилляторами. Значит, эфир-1 неподвижный, эфир-2 это возмущенный. В процессе функционирования такого космического осциллятора он мгновенно создает возмущение, которое, как я уже сказал, приводит к распространению во все стороны равномерно этих возмущений со скоростью из атакии. При этом вот эта распространяющаяся оболочка захватывает внутрь себя все большие области неподвижного эфира, заполняющего пространство альфа. Это приводит к тому, что через все точки этой оболочки равномерно как бы протекает эфир-1 из наружной области во внутреннюю. Вот этот процесс я предлагаю отождествить с процессом течения времени. То есть это физическая причина течения времени. Это не просто какие-то абстрактные построения, а нет физическая причина – течение эфира через все содержимое Вселенной. Это течение одинаковое, вне зависимости от того, как ведут себя тела, содержащиеся во Вселенной. Покоятся они или движутся, все равно вот это распространение оболочки происходит совершенно одинаково. Поэтому такое время может быть названо глобальным. Вот такое построение модели мироздания гипотетическое. Я только что говорил о том, что скорость, с которой распространяется эта оболочка, это единственная скорость, которая возможна в дискретной среде. Однако мы наблюдаем большое разнообразие скоростей в реальном мире. Вот это несоответствие требует какого-то пояснения. На этой иллюстрации, видно или не видно, горизонтальные линии представляют из себя сечение плоскостью листа положений, вот двух положений этой расширяющейся оболочки сферической. И рисунок B вот этого показывает, что неподвижное в этой оболочке тело переносится просто расширением этой оболочки из положения 1, из положения 2. Если тело движется внутри этой оболочки, то тогда его результирующая траектория обусловлена двумя движениями, таким же, как и неподвижное тело, и движением в оболочке. И его траектория отклоняется от радиальной для этих положений оболочек. В результате мы видим, что тело за тот же интервал времени, поскольку скорость одна и та же, скорость из атакии, оно выпадает из Вселенной, и таким образом есть впечатление, что Вселенная распадается, если в ней происходят какие-то движения. Так вот, этого в реальности не наблюдается. Как же осуществляется движение внутри оболочки без ее распада? Вот тут срабатывает механизм, который регулирует время на движущемся объекте. Вот сокращение длин, давно известное, и замедление времени на движущемся объекте как раз соответствует увеличению вот этой наклонной траектории по сравнению с вертикальной. И этот механизм как раз и дает возможность замедлить время на объекте, в которой движется, и тем самым дать ему возможность дольше двигаться, потому что интенсивность накопления времени на движущемся объекте становится меньше. И тогда как раз движущийся объект из оболочки не выпадает, и тем самым поддерживается целостность Вселенной при движении. Наблюдатель, который совмещен вместе с движущимся телом, может полагать так же, как и неподвижный наблюдатель, что его траектория и эта оболочка перпендикулярны. Так вот, движущийся может встать на такую же позицию, что его траектория и оболочка перпендикулярны. Так возникает представление о фиктивной оболочке, о фиктивном эфире 2 для движущегося наблюдателя. Теперь я хочу два слова сказать про эти вот оси, которые нарисованы по краям рисунка. Здесь показаны соотношения между временем, известные соотношения между временем неподвижного объекта и движущимся. На движущемся объекте время в альфа-в раз сокращено. Альфа-в это коэффициент ноленца сокращения длины и замедления времени. А здесь длительность движения, о которой я говорил. Если тело движется внутри оболочки, то длительность движения оказывается в альфа-раз больше, чем для неподвижного тела и этим поддерживается целостность Вселенной при движении внутри ее. Я говорил о том, что, значит, есть неподвижная система отсчета и есть скорость изотахии. Для того, чтобы рассуждения были полноценными, нужно указать, как выявляется такая неподвижная система отсчета и как определяется скорость изотахии. Вот на этом слайде эти вещи и написаны. Я думаю, что зачитывать их нет смысла. Они просто здесь указаны. Все мы умеем читать. Так. Дальше. Физические эксперименты не могут быть проведены полноценно, если нет синхронизированных часов, которые расположены в разных точках пространства. На это впервые указал, по-моему, Эйнштейн. Процедуру синхронизации мы можем назначить сами. В частности, в работе рассматриваются две процедуры синхронизации. Абсолютная синхронизация часов и условная. Абсолютная синхронизация часов, как ее можно делать здесь, тоже написано, приводит к тому, что если себе так представить, умозрительно, что речь идет о стрелочных часах, то стрелки часов при абсолютной синхронизации параллельны. Всегда, когда бы, значит, мы на них не смотрели сразу на два. А при условной синхронизации, которая принята Эйнштейном в его теории относительности, стрелки часов не параллельны. Не параллельны. Они устанавливаются так, чтобы скорость света во всех инерциальных системах была бы одинаковой. Ну и равна известной константе. Если мы рассмотрим пару часов, которые собой определяют некий отрезок своим положением, и этот отрезок движется вдоль своей оси, то тогда передние часы отстают от задних. И вот здесь вот показывают эти формулы, которые говорят о том, как велико это отставание передних часов от задних, функция скорости движения этих часов. Именно поэтому в теории относительности вот этот трудный очень для понимания тезис имеет место об относительности одновременности. Именно поэтому, что такой способ синхронизации принят. принято. Теперь, очевидно, что если мы проводим измерения приборами, которые расположены в неподвижной системе отсчёта, то в ней эти приборы не искажены движением, и поэтому мы получаем реальные, действительные величины, которые измеряем такими приборами. Если же мы действуем и измерения проводим в движущейся системе координат, то приборы, так же, как и всё, что движется, подвержены вот этой деформации, сокращению длин и замедлению времени. Поэтому те измерения, которые мы проводим, они являются несоответствующими действительности, потому что приборы сами искажены, это такие измерения являются кажущимися. Вот если мы перейдём к определению скоростей, то мы увидим, что вот первые две позиции здесь говорят об измерении реальных скоростей. это расстояние и время неподвижными эталонами измеряются. А вот две последние позиции это те, которые дают кажущиеся величины. Между реальными и кажущимися величинами есть связь. Вот она, эта связь здесь указана внизу. я не знаю, что тут видно, вот эта формула связывает реальные величины и кажущиеся. Вот эта часть формулы для условной синхронизации часов, а это для абсолютной синхронизации. вот внизу вот здесь записана формула, которая показывает, как складываются однонаправленные скорости. Скорости эти складываются в случае, если мы имеем дело с реальными скоростями, по правилу Галилея, если у нас одна скорость реальная, другая окажущаяся, по сложению идет, по формуле почти такое, которое в теории относительности есть. Отличие в том, что здесь скорость изотахии церкви присутствует, а в теории относительности на этом месте стоит скорость света. Следующий слайд обосновывает вот эти формулы нижние, которые я только что показывал. Я думаю, что если будет желание, я на этом остановлюсь, при ответе на вопрос, если у кого-то возникнет желание ознакомиться с этим. А сейчас я это просто пропускаю. Дальше слайд показывает, как преобразование Лоренца получается в этой модели. Я не буду останавливаться на том, как они получаются, а просто буду раздачу ваше внимание на результат, который получен. Результат практически совпадающий с тем, что мы знаем с вами из теории относительности. Однако и здесь тоже имеет место скорость изотахии ц, а не скорость света, как в теории относительности. Это, казалось бы, небольшое отличие, очень выгодно отличает, на мой взгляд, эти преобразования от тех, которые содержатся в теории относительности, потому что даже при движении со скоростью света, здесь с номинацией, если сюда скорость света подставить, здесь нулей не получается, и поэтому никакого вот такого затруднения вычислительного характера здесь не будет, потому что скорость распространения возмущений в невозмущенном эфире всегда выше, чем в возмущенном, а скорость света это скорость в возмущенном эфире, поэтому она меньше, чем ц. Вот это преобразование лорица. Здесь приведена таблица, которая просто подытоживает те рассуждения, которые я пытался здесь как-то пояснить. Это все, что здесь есть иллюстрирует те же формулы, которые я пояснять пытался. Кроме вот этого в нижней части здесь речь идет об ускорениях, о кажущемся ускорении, о реальном ускорении. Это их определение, собственно говоря, и связь между реальными и кажущимися ускорениями. Вот эта связь для нас окажется очень важным, поэтому я просто обращаю ваше внимание, что по оси здесь коэффициент альфа В в квадрате, а по осям агрика здесь коэффициент альфа В в квадрате. Почему в разных осях получаются разные соотношения? А дело в том, что переносная скорость, реальная переносная скорость, мы всегда направляем по оси В, просто для удобства, и поэтому у нас тем самым нарушается симметрия по осям формулы. Вот эта таблица, она с одной стороны носит вспомогательный характер, потому что для того, чтобы строить электродинамику, нужно кинематические вопросы подработать и динамику как-то подработать применительно к той модели мироздания, которую я рассказывал. Но кроме такой подсобной роли, эти формулы играют и самостоятельную роль, потому что, скажем, с этих позиций можно объяснить парадокс Козырева, который, как известно, состоит в том, что по траектории движения космических тел три места есть на их траектории, откуда приходит сигнал. И этот сигнал один нормальный, тот, который обычно наблюдается, сигнал из прошлого, а два других носят парадоксальный характер. Один свидетельствует о том, что скорость бесконечна передачи сигналов, а другой даже представляется сигналом из будущего. Так вот, этот парадокс экспериментальный, который проверен многократно и, так сказать, подтвержден как фактически существующий, может быть объяснен с помощью этих формул, о чем в 2002 году есть соответствующая работа в трудах нашего Конгресса я ее представлял. Теперь дальше. Тут, к сожалению, я не знаю по какой причине, один слайд, несмотря на то, что я три варианта сюда подавал этого материала, один слайд в каком-то таком вот туманном виде. Но мне кажется, что много тумана не только связанного с дефектами работы техники, но и вообще. Поэтому я буду говорить, но ничего не могу сделать по улучшению этой иллюстрации. Раз новый раздел физики рассматривается, динамика, то нужно принять новый постулат. Не новый, а еще один постулат для этого раздела. Принимается постулат о справедливости второго закона Ньютона в реальном эфире 2 и в фиктивном эфире 2. Это вот выражение 1 и 2, которое здесь есть. И оформляется МА. Последний уточник. Да. Так. И принимается сохранение импульса в реальном эффективном эфире. Это формула 3. Из этих трех положений следует, что реальная и кажущаяся сила тут не видно, поэтому придаться на слух. Реальная кажущая сила в 0 оси совпадает. В 0 оси Y и Z реальная сила получается из кажущейся деленной на альфа В. И вот тут наиболее интересное для масс соотношение. Реальная масса в 0 оси имеет коэффициент альфа 3 перед М0 перед массой альфа в случае когда сила перпендикулярна реальной траектории тут коэффициент альфа это поперечная и продольная масса которые известны вообще. Так. В следующий слайд подводят просто итоги те же формулы которые были на предыдущем они для осей расписаны вот это продольная поперечная масса о которых я говорил нижняя часть таблицы это импульс здесь преобразование импульсов рассматривается но импульсами мы пользоваться дальше не будем поэтому я эту часть таблицы вообще и не поясняю теперь все предварительные разделы рассмотрены можно переходить к электродинамике для этого опять новый раздел физики поэтому надо принять опять новый постулат постулат принимается вот в таком виде как вот здесь наверху F равняется не знаю видно это или нет по форме очень похожей на закон Кулона здесь отличия есть несмотря на внешнее сходство есть и серьезнейшие отличия во-первых есть коэффициент Каутон после знака равенства самый левый а здесь правее это формула этот коэффициент Каутон расшифрован в виде формулы он учитывает движение зарядов дальше видно что вектор силы F и вот этот вектор R расстояние между зарядами они совпадают по направлению это говорит о том что все взаимодействия центральными будут центральными этот R в отличие расстояния между зарядами в отличие от того что есть в законе Кулона вычисляется вот по такой формуле господи где вот она вот это то что в законе Кулона обычно стоит вот это а вот эта часть дает возможность вычислить расстояние R что это за расстояние это расстояние между точкой где была действующим зарядом выпущена виртуальная частица переносящая взаимодействие или создана возмущение поля кому как привычнее и второй конец этого расстояния R вторая ограничивающая точка это точка когда это возмущение или виртуальная частица попала на пробный заряд вот это расстояние R применим это для зарядов неподвижных видно что сила F вот этот постулат который только что был применяется туда все подставляем что требуется и вот результат что сила F центральная она значит представлена в таком виде вот картинка показывающая вот расстояние R по направлению этого расстояния сила F действующая на заряд пробный эту силу можно спроектировать на пространство нашей Вселенной и получается сила точно соответствующая закону Кулона закон Кулона достаточно хорошо проверен известно что это точный закон и поэтому такое совпадение радует оно укрепляет доверие к постулату обращу ваше внимание что здесь возникла вот такая сила FCT которая является перпендикулярной пространству нашей Вселенной это сила неизвестная сила новая но именно благодаря ей и получаются центральные силы хорошо хорошо да дальше вот этот слайд иллюстрирует взаимодействие зарядов при равномерном движении то есть уже заряды движутся произвольным достаточным образом скорость действующего пробного заряда направлены произвольно между ними может быть угол дельта и вот эта иллюстрация я ее готов пояснить но уже за рамками этого времени здесь да Q1 и Q2 координаты зарядов через эти две точки проведена прямая и расстояние между зарядами вычислило для того чтобы можно было его подставить в постулат и если это подстановку сделать то вот получаются формулы которые решают поставленную задачу здесь требуется найти 8 вот найти эти строчки написаны найти 8 сил и их составляющих и эти формулы как раз и дают эти возможности вот одна формула вторая третья четвертая шестая тут седьмая тут где-то я еще одну пропустил тут так видно плохо что не очень видно где я ее пропустил таким образом вот эти формулы если их использовать подряд дают возможно дают решение поставленной задачи то есть взаимодействие двух зарядов которые движутся достаточно произвольным образом что здесь интересное вот это сила фцт о которой я говорил это одна сила неизвестная и вот сила и вот сила фв со звездочкой это еще одна сила которая неизвестна и которая возникает вдоль вектора скорости действующего заряда эта сила возникает благодаря тому что взаимодействующие заряды движутся по оси икс и в результате значит чтобы виртуальная частица попала на пробный заряд нужно дополнительное упреждение как бы дать это и приводит к возникновению такой вот неизвестной все я закончил вопросы какие появились достаточно сменуть на телевизор даже не 2D чтобы убедиться что система осцилляторов является способом моделирования чего угодно универсальное средство моделирования значит вы используете понятие космический осциллятор это что интегральная характеристика некоторой области пространства или локальная характеристика из которых состоит это пространство это локальная характеристика на мой взгляд локальная осциллятор это тот элемент который создает возмущение которое распространяется под оболочкой что вы понимаете осциллятора движение осциллятора по оболочке нет ни в коем случае осциллятор создал возмущение в неподвижной среде это возмущение со скоростью изотахии распространяется от места своего возникновения. От осциллятора во все стороны в виде сферической оболочки распространяется во все стороны. И осциллятор при этом одиночество? Может быть, где-то еще в каких-то местах есть, но это уже к нашей системе, к нашей Вселенной отношения не имеет. Спасибо. Сейчас, давайте вы потом влачу. Виртуальные частицы, я так понимаю, это у вас следствие вашего осциллятора мирового, как вы его называете? Нет. А кто является физическим основанием этих виртуальных частиц? Значит, речь идет о передаче взаимодействия. Вот как от действующего заряда к пробному передается взаимодействие. Это либо можно говорить, что это возмущение поля, созданное действующим зарядом, и оно также от действующего заряда распространяется во все стороны и в конце концов достигает пробного заряда. Это один взгляд. Другой взгляд, что действующий заряд выпускает во все стороны виртуальные частицы, а не возмущение поля. И эти виртуальные частицы, какие-то из этих виртуальных частиц попадают на пробный заряд. Вот что я имел в виду под виртуальными частицами. Это одно и то же. Это одно и то же, совершенно верно. Поэтому я и говорил, кому как нравится. Ну вот у вас доклад-то Макселлу, боже мой, посвящен. Вообще, Борис Александрович, кто придумал уравнение Макселла? Я думаю, что это Макселл к этому причастен. Нет, я у Макселла не находил таких уравнений. Ну, они уже потом были, они были модифицированы потом многократно. Вот те уравнения, которые уже 100 лет переписывают в учебниках. Вот я и предлагаю от них отказаться. Нет, я в этом не понимаю, в Макселл керамики. Переслать, я могу. Я могу. Совершенно верно. Вот я и задался этим вопросом, могу ли я тебе ответить? Нет у Макселла, что эти уравнения. Тихо, 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 да, Сударыч, этого вопрос поразбирали. Макселла нет этих. Макселл он в квадрионной форме их написал. То есть эти квадрионы такие вот, если вот уравнение, вот он написал, там, ну, как это? Кватер-димонер. Кватер-димонер. Да, ну вот, а Харисайд, и вот мы это тренировали в современном мире. Харисайд. Харисайд есть такой вот. Это где-то в 80-х годах. Еще есть вопросы какие-то? Так, ну, давай, делаю, а то у вас. Дурак Петрович, Борис Александрович, я вот не пойму, вы вообще какого придерживаетесь этого полюса? Вы в одной из своей, значит, начали преобразование лориса использовать и говорить про эфир. На мой взгляд, эти две вещи вообще не то самое, не сопоставимы. Так, не понял. Значит, преобразование лориса... Смотрите, вы в СТО верите? В отличие от многих здесь присутствующих, я не считаю, что эта теория абсурдна. Она должна находить свое правильное место в системе знаний. Вот такой точки зрения я придерживаюсь. Поэтому я допускаю пересмотр формул. Вот как вы говорите про преобразование лориса, они не такие, как в теории относительности. И я считаю, что это правильнее, потому что они не приводят к тем результатам нехорошим. Значит, так, хорошо. Допустим, значит, вы верите в сокращение длин геометрических объектов? Я не верю, а говорю, что это способ, который позволяет осуществлять движение. Это есть ли физические вообще подтверждения, сокращения? Конечно. Слушайте, я вот проводил эксперимент такой. У нас же как бы все эти... Ну, экспериментальная физика, это и есть экспериментальная физика. Давайте обсуждение немножко. Нет, секундочку. Сейчас. То есть, на самом деле, на самом деле, вообще-то, вот, у вас есть подтверждение, что какие-то длины реально сокращаются при движении там этих самых тел с какими-то релятивистскими скоростями? То есть, никаких, никаких экспериментов я не ставил. Я изложил точку зрения, которая гипотетическая. Но показываю, что она привела к результатам, которые согласуются с современными достижениями физической науки. С парадоксом Белла вы знакомы? С чем? С парадоксом Белла? Ну, что? Веревочка там должна быть, да? Простой эксперимент можно поставить. Ладно, давайте потом поговорим. Поставьте, я одну могу поставить. Я уже поставил. Ну, прекрасно. И что? Результат оказался отрицательный. Веревочка не порвалась. Борис Александрович. Ну, хорошо. Все. Готов прокомментировать. Давай не застал. Борис Александрович. Я вопрос к той части, где вы про мироздание вначале коснулись. Видимо, своих представлений. Насколько я понял, вы отвергаете принцип относительности или ставите под сомнение? В связи с этим вопрос, значит, если ставите под сомнение или отвергаете, значит, что-то должно быть абсолютное. И это что, эфир или что-то еще? Можно? Можно. Продолжать, да? Значит, я относительно принципа относительности, что должен сказать? Принцип относительности – это могучее средство, которое придает общность с получаемым результатом. Это очень могучее средство, поэтому, по-моему, все теории физические сейчас принимают принцип относительности как обязательный для исполнения. Во всяком случае, в теории относительности, на мой взгляд, именно такая позиция принята. Я не отвергаю его, не считаю его неправильным, ошибочным и так далее. Я просто говорю, что могут быть такие составляющие, возникать при взаимодействии физических объектов, которые не удовлетворяют этому принципу. Простой пример. Если вы имеете составляющие сил, скажем, при взаимодействии двух зарядов, которые при нулевой скорости отсутствуют, а при других скоростях имеют место, то эта сила не будет удовлетворять принципу относительности, но тем самым она не отвергает справедливость или возможность использования принципа относительности. Просто будут потеряны эти составляющие. Я этого не делаю, поэтому... Значит, в какой-то части вы допускаете отмену принципа относительности в каких-то случаях, так? Не отмену, а просто есть такие физические ситуации, которые не подчиняются принципу относительности. Значит, одновременно в этом случае сразу появляется что-то абсолютное? Простите, я не понял, с кем я говорю и на какие вопросы... Вопрос-то дайте закончить. Значит, в каких-то случаях вы отвергаете принцип относительности или он считаете, что он неприменим? Я его не отвергаю и не считаю неприменимым. Я просто смотрю, есть или нет составляющие, которые не удовлетворяют ему. То есть не я назначаю справедливость принципа относительности. Ну, понятно. Значит, в этом случае сразу возникает что-то абсолютное, так ведь? В тех областях, где вы его не применяете или нашли где-то... Нет, ну давайте... Ну нельзя же наполовину быть беременной и... Только это не есть наполовину быть беременной. Где-то применять принцип относительности, а где-то применять... Значит, я показывал здесь вот этот закон, который... Похож на закон Кулона, который описывает взаимодействие электрических зарядов. При его написании нигде не применялся принцип относительности. Нигде не использовался. Поэтому такой подход обеспечивает возможность появления как составляющих, удовлетворяющих принципу относительности, так и других составляющих, если они есть, которые не удовлетворяют этому принципу относительности. Потому что как обязательное для выполнения он сюда не включен. Поэтому я и говорю, что я не отвергаю этот принцип. И говорю, что большая часть исследований сводится к получению результата удовлетворяющего принципу относительности. И я с этим не пытаюсь бороться или оспаривать это. Но наряду с этим могут быть составляющие, которые не удовлетворяют этому принципу. Пример. Вот эта сила ФМСа-звездочкой, которая была получена вот здесь. Вот эта вот сила ФМСа-звездочкой. Это как раз та самая сила, которая не удовлетворяет принципу относительности. Я ответил на то, что вы будете измерять. Раз у вас принцип относительности нарушен, скажем, а относительность... Он не нарушен. Он просто не нужен здесь. Он говорит, что относительность, начнусь сказать, относительность на чего. Поэтому абсолютность и относительность, они взаимосвязаны и не могут существовать отдельно. Ну как, что-то одно. Почему? То это нет. Или же применять надо, что есть что-то абсолютное, или же абсолютного ничего нет. Вот это что-то одно надо. У меня вопрос такой простой и принципиальный. Что такое электрический заряд? Значит, что такое электрический заряд? Если посмотреть работы Сунгдена, а тут лежали в прошлые дни книжки, которые бесплатно можно было обрести, то там рассматривается вопрос о существе электрического заряда. С его точки зрения, когда нейтральная частица разделяется на две, так что нарушается соответствие пространственных и временных частей этой частицы, то и возникает разделение на два заряда, на положительные и отрицательные. В одном избыток пространственного содержания, в другом избыток содержания временного. Вот один из взглядов. Этот взгляд не... Это должно находиться в выражениях для силы. Это у кого вы сказали? Полов Сунгден. Значит, это должно находиться в выражениях для силы. В выражениях для силы стоят величины зарядов Q1 и Q2. Что заряды эти из себя представляют? Формула не требует раскрытия этого содержания. Поэтому я в этой работе не стремился раскрыть содержание физического или физические принципы, по которым образуется заряд. Я их брал как данные сущности, существующие, которые я могу использовать. Все-таки в чем-то физический смысл заряда? Электронный полиэтрон имеет заряды, потом бах и появляется без заряда. Заряды куда-то исчезают. Значит, в чем физический смысл заряда? Значит, начну с того, что этот вопрос не имеет отношения к существу моего доклада. Ну, это ответ на вопрос, это сверхпрограмма, так сказать. Поэтому я бы, если вы позволите, уклонился бы от этой дискуссии. Уклонился бы. Вот вопрос, можно подождите. Вот вчера Максим Григорьевич, на мой вопрос, что такое пространство и время, материя или нет, ответил, что это не материя. А какой ваш ответ? Материя это или не материя? Ваше рассуждение я не могу определить. Хорошо, я вопрос понял, постараюсь ответить. Дать определение материи – это непростая задача. Я предложил определение материи на прошлых заседаниях Конгресса. С моей точки зрения, материально всё, что представлено возмущениями вот этого эфира-1, неподвижного. А эфир материально? Сейчас, сейчас, сейчас. Если его возмущения рассматривать, то они материальны. Поскольку пространство Вселенной образовано в космическом осцилляторе, которое создаёт эти возмущения, то значит, с этой точки зрения, если её придерживаться, пространство материально, поскольку оно представлено возмущениями вот этого эфира-1. А время? Теперь. Колебания пространства всегда сопровождаются колебаниями времени. Это вещи, которые неразделимы. Поэтому стало быть и время материально. И я говорил о том, что в этой концепции, которую я пытаюсь вот так-то пояснить, в этой концепции время рассматривается как течение эфира-1 через материальные объекты. Поэтому это материальные уже, получается, значит... А эфир-1 материальный? Неподвижный эфир никак себя не проявляет. Поэтому, мне кажется, применительно к нему вопрос материальным или нет, он просто не может ставиться. Он себя никак не проявляет до тех пор, пока в нём не созданы возмущения. Вот Максим Игорьевич говорил, что всё это не материальное. Ну, в общем, никто не знает, что такое материя. Вы с этого... Я предложил определение, но оно не нашло понимания, можно сказать. Нет, оно ничем не подтверждается. Нельзя пощупать. Ну, как я пощупаю эфир? Никак. А эфир вам не надо щупать. Вам надо щупать... Да я узнаю, что это материя. Вам надо щупать возмущение эфира. А это любой пипич, вы всё на свете. Это вы видите, что в эфире ветер вы можете поменять. Всё на свете есть не что иное, как только возмущение эфира. Надо пощупать. Нет. И больше ничего. Нет, мы должны обнаружить. Обнаружить. Вот вы сидите на стуле, в котором есть возмущение эфира. Нет, значит, всё материальное на то, что можно обнаружить каким-то физическим образом. Виктория реальность. Да, да, да. Правильно? Нет, это философское. Так, и что? Значит, чтобы подтвердить материальность вакуума, я могу провести какой-то физический опыт и обнаружить какую-то физическую величину. Например, сопротивление волновое вакуума. Значит, вакуум – это материя. Правильно? Правильно. Если я взял массу, я её могу там положить на весы, провести опыт и убедиться, что масса материальна. Ну, ну. А какой опыт я могу провести, что материально пространство и время? Я их никуда не положить могу, не пощупать, не посмотреть. Они не материальны, потому что я не могу никакого физического эксперимента провести, который бы подтверждает, что они не физически. Эти часть пространства и сами материальны. Ну, как я проведу, какой опыт я проведу, чтобы в этом убедиться? Ущипнуть себя на руку. Я поставлю опыт, типа того, что положительно весы или там в мягче сопротивления. А какой опыт я проведу, чтобы показать материальность пространства и время? Я не знаю такого опыта, поэтому я и говорю о том, откуда я знаю, что это материя. Это материя. Пространство – это не материя. Используются философские категории, вот в физике. Они вполне всех устраивают. То есть категория – пространство, время, материя. Вот три категории, они разные. И движение, материя, пространство. Пространство – это материя или нет? Это категории философские. А материя – это отдельно. Вот одна категория – пространство, вторая категория – время и третья – материя. Вот три категории. Там еще ничего не хватает. Я остановился, а дальше продолжаю. И движение, материя, пространство. Вот я видел, слышал такую аналогию. пространство это с материя это сарай с сеном сарай пространство все это материя поле это вот извините это уже категория которая ввел реликтивизм а которая определяет дальнодействие вот это же так было до реликтивизма было у нас не это сама было не было никаких полей поле по максвелл это определялось пространство вместе со всем веществом включая фиг который окружающий заряд вот так определял максвелл поле и все а потом уже когда было когда цельского эфир не нужен аккуратно сказать после этого но множество свойств надо было как-то объяснять или это пришлось вводить понятия поля материальная до этого поле это я сказал как папа максвелл и поэтому реликтивизм он придумал новую форму материи поле поля причем я дохода пришлось много полей водить а потом начинает пошла сидеть что объединить эти поля и вот этим занимается физика чтобы вели вот эту сущность которая заменила эфир много сущностей а теперь и хватает сосусти воду примерно так феномен дальнодействия имеет место безусловно а зачем через что мы определились погоните через эфир через эфир идут значит другое дело каким образом представить поля поля эфир это не тождество все поля электрическая подождите я запущу магнитное поле электрическое гравитационное это проявление эфира свойства эфира это не больше всего это то что называется вот эти будут все поля поля вот это поля вот это проявление поле имеет физическую да я могу ее измерить прибором да а а пространство и время эфир не имеют никаких физических характеристик и имеют это объект не формирует попала так право еще раз повторяю пространство время и это материя это три философских категории которые используют физика вот это разные вещи их нельзя чтобы это про материальное пространство пространство заполнено эфира если оно не материально да это категория отдельно нельзя говорить материально дали временное проводить и временное процесс число 2 это что число это математически символ по которой это категория 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 вот пока вы не вспомните то что учили поднимать вот когда это категория букет философский которая материя вот кирюне в брютью я наверное должен долгать стать и какие-то более я так понимаю в этом все расход у вас эти компании вот и в Вопросы какие есть?